Продолжение следует... Только это война идёт. О, да ладно, смотрите, винтокрыл приземлился. Я только что ушёл с дирижабля Братства Стали. И, кстати, заметил, что паладин Данса за мной не последовал. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Нихуахуа. А чё они тут приземлились-то? А это кто? А это стрелок. А где ж Братство? Где это гадство Стали-то? Легендарный стрелок. Но легендарный стрелок прочухал, что ему неинтересно больше стрелять в супермутантов и переключился на меня. Как, блин, это ебанически мило с его стороны. Ну, пожалуйста, ну попади же, ублюдок. Сука, кривожопый, а. Ещё один, садите, винтокрыл прибыл. Может, и стрелки на них летят? Да, конечно. Стрелки-то тут нищеброды. Откуда у них... Откуда у них винтокрыл? У них не винтокрыл, у них только ССЖ-потряс какой-нибудь. Такой наземный, знаете. Так, винтанты. А что я хотел? Я хотел хилок нажраться. Сука, я хоть попадаю? Легендарный... Легендарный стрелок мутировал и тут же дал мне пиздюлей, бля. Ой, бля. Да. Ой, это что за тётя Моти такая? Ж опасненькая. С треугольными булками, как я люблю. Вон винтокрыл стоит. Так, я предлагаю, короче, метнуться за силовой бронёй и выйти уже в доспехах рыбокопа на эту ратную битву. Может, в это время эти супермутанты покоцают легендарного стрелка, потому что он какой-то бешеный вообще. Ну, давай, господи. Windows NT, ёптую мать. Многие, кстати, спрашивают, почему так редко стал выходить Fallout, что вообще мало видосов. Я же говорю. Снимал даже видео отдельно процессором и больше не хочет делать быстро рендер каждой серии за 2,5 часа. Я уже вообще подумаю, убрать из компа процессор, прикрутить к материнке счёты какие-нибудь, блядь, советские, знаете, такие, где шайбочки туда-сюда бросаешь. Мне кажется, они то вычисление быстрее будут делать. Вот, перед праздниками, естественно, донатить никто не хочет и не может, поэтому регулярно частые выпуски видосов возобновятся где-нибудь, ну, после Нового года, когда я процессор куплю. А пока, как могу, так могу. Так, давайте-ка, знаете, чё, надо, походу, этого, походу, мы чувачка так просто не возьмём, надо медиксов обожраться. А ещё бы на ловкость что-нибудь сожрать, на точность, потому что стреляет главный герой просто как... Сука, мутировал. Стреляет главный герой, как полный петушок, конечно. Звякают пули по броне. Предлагаю немножко отступить нахер оттуда. Пока хилка отлечит. Да ёб твою мать. Борис, ты что здесь делаешь? Эх, Боря, Боря. Бля, мне кажется, у него фишка такая, что у него не попасть ни хера. Такое как вообще бывает? Жареный яугай. О, жареный ротолень, вот то, что мне надо. Высунул свою пачку всё-таки из-за пенька. Чё, прям через дерево херачишь-то? Ему можно, типа, так делать? Комп себе позволяет что угодно даже читать. Где он, блядь, его даже... О, голова. Ну, чё крит-то? А, крита нету у снайперка, что ли? Ну, чё-то даже не предлагают... Не предлагают его критануть. Да где ж ты там, блядь, сидишь-то, ёб твою мать? Петухентий, блядь, наконец-то. Ох ты, ёб твоя тысяча, что такое бежит? Чё ж ты на него сзади-то не напал с мотыгой, а? Может, подружились бы, я тебя в пачку бы взял. Блядь, не порти мою новую броню, мудила. Сука, легендарный стрелок повержен, но дело его живёт. Меня продолжают окучивать со всех сторон. Чё-то радиация у меня какая-то зашкалившая. А, вон. Он чё-то с миниганом бежит, что ли? О, двойной урон. Впервые вижу, чтоб так написали. Что вот вы умудрились херакнуть критом в обычной стрельбе. Второй винтокрыл на этот раз не прилетел почему-то. Так, ну чё у него тут, а? Боевая броня для туловища. Замечательно. Демпфированный мощный боевой снайперский карабин. Чё у него там? Ну мне такая оптика не нравится. Говно. Забракованно. Так, патрон это хорошо. Прочная боевая броня, прочная боевая броня. Укрепляющая... Общеукрепляющая утром ободряющая боевая броня для левой ноги. К силе и выносливости. Да, у меня что-то такое на левую ногу уже надето. Только брони, по-моему, поменьше даёт. А одежда... Один к силе и выносливости, видите? Только брони мало-мало. А тут... Ах ты, сучья дочь! Я потом забуду. Вылезай. Где моя? Новинка, ёптать. Не зря я этого гандоны ковырял. Сохраняемся. Кто-то просил показать силовую броню анклава поближе. Да, это я так понимаю, что это она есть, да? Голова XM1, X01. Да, как и там у торговца лежит. Только рог один отломился где-то, короче. Походу надо отремонтировать. Ну, чисто броня, короче, я говорю. Пятый элемент мандачивания, ёптать. Только шлем поменять на такой вот какой-то. С глазками муравья, короче. Вот, а вот этот задний горбы, ну чисто мандачивания эти, блин. Ой, а чё это там на балконе такое, смотри. Да ёпт твою мать. Интересно, а патроны по два расходуются за двойные выстрелы? Или по одному? Мне таки важно. О, горбы торчат. Свалка с долговязого Джона. Интересно, кто этот? И кто, блядь, этот долговязый Джон из вас, а, ублюдки? Отличная стрельба. Просто слонобойка. Ща буду перезаряжать, как в контрстрайке, ёптать, сменой оружия. Не правда ли, профессиональный, да, ну нахер. О, нифига его. Слушайте, а автомат-то... Вообще его ваншотнул, по-моему, нет? Чего там голос, блядь? Раздаётся. А, вот ты старый плывущий зелёный чемодан. Сука, это ж сколько китайцы кошельков бы из такого супермутанта сделали, а? Где там твоё рыло, блядь? Получите по сусалам. Давай, наваливай. Охуенно, навалил, блядь. Да не в штаны наваливай, ёпта, дамаг наваливай, болван. Реально, это... Обосрался только что, походу. Мясо болотника наше всё. Бесшумный бронебо... О, а это кто такой? Рейдер. Те от сюда нелёгкая, как занесла. А что это у неё надет на башке? Подожди-ка. Штурмовый противогаз. Оставь всего, блядь. В очку всего... Подожди, а сколько весит? Вес ноль. Забираем по радиации. Подожди-ка, что? Я с него... Он что, блядь, противогаз натянул по самой... Яйца, что ли? Я что-то с него снял противогаз, он весь разделся. Вот это, я понимаю, надёжно нахлобучил. Ещё один рейдер. Я понял, что рейдеры, видимо, влезли в разборки между стрелками и супермутантами, и их запердолили идти и другие. Картина преступления ясна. Так. А это у нас что? Терминал Джона Миллера. Да, терминал Джона Миллера явно открывает вот этот сейф. Что, в общем-то, видимо, не такая уж и бесполезная вещь. Так, чё тут у нас опять? Опять 10-миллиметровый пистолет. Как любят они в сейф уложить здесь 10-миллиметровые пистолеты. Или глоткоствольные пистолеты. Но в силовой броне нельзя подходить к компьютеру. Но я думаю, что в данном случае это абсолютно похуистично. Потому что... О, наручники. Потому что мне кажется, что всё-таки спать в силовой броне тоже нельзя. Хотя, если бы... Слушайте, если бы компьютер открывал сейф, он бы, наверное, запаролен был, не? Интересно, когда главный герой вылезает из силовой брони, где у него автомат? В руке или... Или зажат в силовой перчатке? Запись дневника 2 августа. Залатал в трейлере все трещины, что мог найти. Уединился, что все... Убедился, то есть... Уединился. Убедился, что все трубы перекрыты. Надо ещё вентиляцию проверить. Но это уже на следующей неделе. Шелли считает, пора убежище рассказать детям, чтобы знали, куда идти. Если что-то случится... А-а-а! Вот как. Это, видимо, подсказка насчёт того, что где-то здесь шкерка есть неплохая. Ну, долговязый хуй. Где ты тут что-то построил? Вентиляция готова, но появилась проблема с генератором. Отключается. Непонятно почему. Как только генератор вырубается, вентилятор перестаёт работать. И крышку люка притягивает так, что потом не открыть. Будем надеяться, что больше не повторится. А может он ещё там живой, слушайте. Вроде удалось разобраться с проблемой генератора и вентиляции. Все припасы собраны. Остаётся только ждать. Надеяться, что это всё нам не понадобится. Рассказал Шейн Уикимия в убежище. Ну, как объяснять? Объяснить, что такое бомбоубежище? Пяти-семилетки. Пяти и семилетки. Семилетку за пять лет. Главное, чтобы знали, где оно. Мы с ними изучили стишок, чтобы получше запомнили. В перевёрнутом вагоне за мастерскую заберись, залезь наверх и в люк спустись. Стишок им понравился. В перевёрнутом вагоне за мастерскую заберись. Залезь наверх и в люк спустись. Как-то залезь наверх и в люк спустись. Бля, я чуть со страху не помер. Думал, мундачи вон не напали. Ёб твою мать. В перевёрнутом вагоне за мастерскую заберись. Залезь наверх и вниз спустись. О, вот этот компьютер мне нравится. Это уже такое в стиле ведьмака. В перевёрнутом вагоне. А это что ещё за хрена слиной? Блядь, даст стимулятор отлично. В перевёрнутом вагоне привидение в гондоне. Как вам так вот? О, нихуяся. О, жетон братства стали. Вот он, брат стали. Боевая броня, боевая броня. Демпфированный огненный лазерный карабин. Говно, 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 говно. Говно, 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 говно. О, стрелок. А что, брат стали тут один был? А, во, винтокрыл уже. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Рыцаря захерачили. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Так. Это я удачно зашёл. Побираем. Особенно мне нужны ноги. Ему-то в них уже не бегать. А мне одному костюму очень до усрачки нужны кегли от силовой брони. Копыта. Приделать. Я ж коллекционирую. Я их потом накрашу. Они у меня там стоят. Ой, хотите посмотреть? Сейчас, если я в бафу тебе... Под бафу там, конечно, дотащу весь этот гребаный металлолом. То мы... Оп. Чтоб зависимость возникла, да? И в рот бы ей нассать. Вот моя хибара. Это дача. Дача Тони Старка. Но пока ещё не доделана. Не все роботы собраны. Не все покрашены в единый стиль. Плюс приходится их тут местами переставлять. Вот такие вот армейские зелёные руки вот от этих ног. И так далее. Единственное, что цельно здесь вот эта вот броня-анклава. Она выполнена в едином ржавом таком стиле. Я её ещё просто не делал, потому что мне нечем её крафтить. Вот. Броня Братства Стали, которую мне вручили, она, собственно, чёрная, как и была. Ну, а вот этот будет белый, как имперский штурмовик. Этому мы армейскую зелёную накрасим. Ну, а на этом, я не знаю, приёмы каратэ буду отрабатывать. Я просто хрен его поймёшь. Вот. Спутников я, конечно, у неё наряжать не очень хочу. А это запасные части, смотрите. Ну, армейская форма говно. Туловище. Левая рука. Туловище. Туловище. В основном, почему-то у меня не туловище. Вот правую ногу хрен найдёшь. Левая рука всегда пожалуйста. А это что тут стоит? Упарывается. Вот. Сейчас я не знаю, нужна ли мне... Нужна ли мне это... А где мне найти Ника Валентина здесь, а? Он же где-то здесь ходит. Вот. Пока не знаю, нужна ли мне силовая броня вообще. Что, неужели синт спит? Синты спят? Ай, Валентин, Валентин. Ёпта. Как тебе тут найти-то, хер поймёшь? Надо ж пойти. У него личный квест ещё доделать. Я не хочу просто идти обратно на дирижабль за этим придурком-паладином Дэнсом. Хотя его хотя бы найти несложно. Он там, на входе. Кто не работает, тот не ест. Я другую фразу в фильме слышал. О, подносы. Тоже вроде алюминий. Чёрт, ладно. Сейчас найду его где-то. Где его, блядь, шестерёнки носит. Так, нашёл, нашёл Валентина. О, блядь. Да, но забыл надеть броню. А когда сюда танк приехал? А это что такое? Послушник братства. Так это наш чувак-то. Чё, почему он красный-то? А это братство на танке прикатило, что ли? Нихреть. А почему послушник и непослушница? Неужели я чё-то не понимаю? А ты-то кто? Старший скриптор? Скриптор Нерия? Что такое? Нельзя заходить. Так я же с вами. Или они чё, кого-то увидели? Услышали кого-то что-то? О, боже. Они застрелили инвалида. Хотя, возможно, до этого он был здоров... А, вот его. Запчасть. Странно, что в ноге у него был спрятан двуствольный дробовик. Так. Как там? Чё там? Перевернутом вагоне за мастерскую загляни. И чё-то там наверх... Наверх залезь и вниз спустись. Перевернутом вагоне за мастерской. А где тут мастерская-то хоть? Интересно. Блядь, а сейчас чё? Револьвер взял? Ужас какой невнимательный. Не забудьте мне об этом насрать в комментах. Не, особенно мне нравятся комменты, которые содержат спойлеры о том, кто из героев и персонажей этой игры окажется синтом, чем всё закончится. Бля, пацаны, вот без вас, я бы не знаю, я бы, наверное, никогда не смог достигнуть таких вершин в этой игре вот такого левела. И вообще ничего, скорее всего. Это очень важно своевременно... Своевременно, не своевременно, а заранее узнать, чем всё кончится и кто тут синт, кто не синт. Откуда это здесь? Я чё-то не понял, а почему у меня перевес-то? Я же ничего такого... И взять-то ничего такого не взял. А перевес захерачили. Сигнальная шашка винтокрылок, говорят, тоже говно ещё то. Я разносила его костер, что ли, ему отдать, поносить. А Валентин уже съёпся его на войну, походу. Эй! Блядь! И чё ты слушаешь? Эй! Обмен, говорю. А, вон у него лазерный бесконечный пистолет. Так, коричащий молот. Где оружие-то, ёптва мисси? Я буду с клиноком пикмана, короче, бегать, я иманал. Меньше веса... Меньше веса... Меньше веса, больше пресса, ёптва мисси. А, облучённый дрын, это вообще говнище. Сколько он весит? Три. Заебись. Не зря у него цена такая. Что, бля, говно? От радиации урон в этой игре вообще какой-то клоунский. Написано 50. Ну, может, супермутанты просто не восприимчивы к такому урону. Опа-опа-опа, чё такое? Они чё, тут ещё один винтокрыл положили? Смотрите, ещё один ёбнулся. Чё происходит? Кто, кто, кто взбивает винтокрылые братства стали? Братства стали. Я боюсь туда идти, мне кажется, там вообще какой-то... Там сам долговязый владелец этой свалки, наверное, шизгарит. С каким-нибудь невероятным стволом. Сейчас, сейчас, сейчас. Если кто-то тут на крыше окопался, будь здоров. Наверное, этот рейдер держал здесь оборону. Сука, вот они сюда поливают, я ею. Понятно. Давай, Валек, полетели. Вот, давайте, посмотрите, а чё, а чё от винтокрылых-то хоть осталось? Опять одни трупы? Может, опять силовая броня здесь лежит? Ёб же, твою мать. Блядь, что тут мне войти-то не даёт ебёноть? Сука, блядь. Ёбанное крыльцо. Шатал я твои перекладины. Ёб твою мать. Отлично, просто заебись. Так, попытка исследовать упавший винтокрыл намба-2. Вот мы видим, что здесь бесшумный бронебойный какой-то автомат. Блядь, рейдер. Братство стали, там чё-то... Ни одного тела я не увидел. Мы получили новый уровень. Блядь, а чё же уровень-то? В натуре. В натуре. Так, а где тут? А, чтобы если с оптикой стреляешь, больше дамагов втаскивать. Ничего за не то. Хрязь. Удары прикладом на 20% больше урона, охереть. Сейчас найдём. Не автоматические карабины. А снайперка это как? Не автоматические карабины. Подождите, а снайперка это у меня что? Где она, блядь, есть-то, сука, падла? Сука, пистолет Келлога, такой говнищий, я просто в ахуею. Тоже у меня оружие босса. Снайперский карабин, но он не автоматический, отлично. Это я, типа, прокачал, что ли? На 40% больше урона игнорируют у нас брони. Мне просто, я смотрю, что у меня у снайперки очень много патронов. А, я тут был уже, ёпта уметь. По-моему, там супер мутант в силовой броне. Такое бывает? Не бывает. Такая, бля, психа въебучат они. Просто дерзкие какие-то. О, какая психа. А, они же не только на ближний бой, да? Не уточняется, на что она увеличивает дамаг. Мне кажется, что ли там кто-то легендарный. О! Втащили-те. О, смотрите, во что одет этот хуй. Ну, это боевая броня. Супер мутант громил. А про гончую там что написано было? Это, это... Бля, я думал, это валёк уже месяца с кем-то. Да, месяца. Получи клинком пикмана. Крышка. Вот нищеброд, блядь, с одной крышкой ходит. Пошли, валёк, пошли. Уделаем этих мразей в рукопашечку. Опа, хопа, подходим, подходим. Опа, пырнули ножом. Убегаем нахуй. Их там двое в пизду. Нож это не то оружие, блядь, с которым можно выебываться на двоих. Тем более, бля, валёк, видите, нихуя не помогает. Гасится тут, гасится. Он типа это, сразится с победителем. Ой, ебать. Замедление времени. Матерь Божья. Ну, чё, там взрыв произошёл, но что-то я не вижу, чтобы мне опыта дали за это. Так, пакет крови. Пожалуйста, пакет крови, давай, чё-нибудь. Давай, валёк, не подводи меня. Я расстрелял его в яйца. Я, по-моему, блядь. Больше, чем валёк ему надамажил. Как бы ему сломать его пулемёт? Валёк, не ходи, подожди. Ох, как. Ебануло. Давай, вот в этот бицепс ему. Тихо ты, блядь, сейчас и дом так сложится. Несущую стену ломаешь, дурак. Ой, блядь. Укрепить обороны, обеспечить жизни. Это чё такое было? Какую оборону ещё, нахуй? Мне свою бы, мне жопу бы свою сейчас укрепить. Меня драть идут, по-моему, уже. Уверенной походкой. Чё-то я вообще не понял. Походу, на него осколочные гранаты не действуют, наверное. Живьём его зажарить. Видите, он сразу заорал. Значит, мы на правильном пути. О, блядь, ебать. А, то есть, до этого ты ещё добрый был, а? Пиздец, ему с этого автомата урон, как, блядь. Блядь, укол, укол манты, блядь, укол манты, блядь, я не знаю. Помните такую херню, когда надували, которую ещё мочить нельзя? Тактический дробящий мини-ган. Слышишь, Валентин, потаскаешь с собой... О, ёпта, 10 урона, вау. Я помню, мы с какого-то босса с тобой кое-что покруче вытряхнули. Но это уже было просрано. Где-то у паладина осталось, короче. На тебе, тактический, как там. Дробящий мини-гун. И знаешь, что я тебе ещё дам сейчас? Я тебе дам ещё мои патроны. Вот. Чем там стреляет этот мини-ган? Вот. Я тебе дам для него, короче, патронов. Блядь, как тут? Вот, 950. И ты с ним сейчас какое-то время должен походить и всех тут уделать. О, ты мне нравишься, чувак, ты мне нравишься, ты брутален, ты брутален. Как, блядь, Арнольд не так хорошо смотрелся с этой пушкой, как ты. Надо вселить просто. Вселить в него немножко уверенности в себе. А то он что-то как-то в бой вообще не хочет ходить. Да, прыгай ты, ёпты. Не, ну, все ловухи я бы их, конечно, порвал. Так, тут вояка какой-то скопытился. Это наш клиент. Так, где мой прокачанный неавтоматический коробос? А, в перевёрнутом вагоне до засраной мастерской. Там наверх ты поднимись-ка. И пошёл ты нахрен, лох. А, перевёрнутом вагоне из-за мастерской. Из-за мастерской перевёрнута вагоне, вагоне. Где тут вагон, блядь, я вообще вагона не вижу. Вон вагон, наверное. Так это, он не перевёрнутый. Это трейд. Вот, наверное, перевёрнутый вагон. Сейчас наверх залезу, поглядим. С верхней палубы. Что там делается? О, стимулятор. Это хорошо. Да, вон лезет цезь. Ой, тут что-то. Медикс, это пизда-то вообще. Ну, винты говно полное. Я им что-то даже не пользуюсь с этими винтами. Я даже не знаю, что они там. Замедление какое-то дают, да, вроде? Стимулятор. Блядь, очищенная вода заебала уже. Таскать её нахер. Эту акваминструаль и этот... Я уже спотыкаюсь об такие стволы, они мне настолько не нужны. Ядерный мини-заряд. Наручи супермутанта. Босраться. Валентин такой не носит. О, байки торговцы из ЖК Тауна. Торговцы будут предлагать вам товары по более низкой цене. Но это, бля, важно. Это важно. В игре, где, блядь, на 99% состоит из перестрелок, а не из торговли. Это важно. Сверхпрочная солнцевая броня. Она даже будет, даже попрощнее боевой. Так, где вагон-то перевёрнутый за мастерской? Это не вагон. Надо сначала начинать с того, где тут вообще мастерская. Я думаю, вот это мастерская. А перевёртый вагон? Ну, хуй знает, слушайте, вообще. Чё-то они, блядь, намудрили со своими стежками какими-то, блядь. Вагон перевёртый. Может... О! Загнулся. Умер у сейфа. Наверное, от жадности помер. Вместительная затенённая кожаная бронепульсная мин. Зашибись. Стал сбой. Стрелку. Ну, я так и знал, что сейчас уже должен быть перегруз. Так, помощь. Как насчёт... Я не знаю. Мясо-корца-крыса. Дважды. В перевёрнутом вагоне. За блядской мастерской. Это чё было, блядь? А, всего-то... А такие звуки, как будто бегемот идёт, блядь, какой-нибудь. А, тупая даже не залезает, смотрите. Халява. Халява. Даже ментанты не будут жрать. Халява не халява, а рейдеров она тут положила. Ёпт твою мать. Увечащая пусковая установка. 20% повредить ногу цели, блядь. Да она, сука, улететь должна цель на этой пусковой установке. Да-да. Перегруз, конечно же. Валенти... Валёк! Вальчик! Где отсюда выход? Сука! А вот он. Ну, Валькидзе, ты где? Валькирий! Я буду называть тебя Валькирий. Где ты, подлюга? Я тебя уволю уже нахер сейчас. Прямо сейчас. Тащи сюда свой миниган, блядь. Эй. Если я получил это. Да-да-да, смотри, что у меня для тебя есть. Только не говори, что у тебя перевес сейчас начнётся. Как она, блядь, называлась, говно это? Калечащая пусковая установка. Нет? Сука! Начинается, блядь. Блин, хоть в глаза ебись, я не вижу здесь никаких перевёрнутых вагонов. Может быть, там? Да, там я тоже был. За мастерской перевёрнутый вагон. Может. А Red Rocket это не мастерская, кстати. Может где-то за Red Rocket там, за этим перевёрнутый вагон. Просто хочется найти. Это же координата убежища какого-то получается. Правда, 200 лет уже этим координатам. Наверняка они померли. Ну, просто не часто же. О! Куча пепла. Активировать. Активируйся, сука. Вот чё, блин? Чё текстура помойки-то не... А, вот она прогрузилась всё-таки. Перевёрнутым вагоне, ёб твою мать. Ну, как так-то, блядь, а? Где вы искать? Свалка-то небольшая. Тут мимо не пройдёшь. Что же на силовой брони? Ну? Где этот грёбаный перевёрнутый вагон-то, блядь, а? А? За мастерской особенно. Это уже военная база пошла. Грузовик, но никак не вагон. Причём не появилось никакого квеста, не дали никаких координатов, блядь. Вот просто написали вот эту хуйню в компьютере и пизду, ищи где хочешь. На 20-м круге по этой свалке случайно нашёл на вот эту вот эту кнопку. Сейчас посмотрим, может быть... Она прольёт свет на то, где здесь... И чё это было? Где здесь перевёрнутый вагон? Чё это меняет, твою мать? Может, она чё-то там под ней? А, может, тут нихуя? Тоже, как бы, вариант такой... Я склонен рассматривать. А зачем тогда это... Поворачивать? Для того, чтобы куда-то залезть? То есть какая-то, блин, загадка, походу, такая, великая просто. Капитальная. А, да, всё лишь... Выход какой-то сраный открываешь, что ли? Ай, блядь. Понятно. Вон, на ворота приоткрывает. За каким хером вообще не врубаюсь. Но тут ещё тема такая, что провод-то дальше идёт куда-то в другую сторону. Может, там тоже что-то он делает? Вот. Он же сказал... А, вот перевёрнутый вагон. Он же сказал, что что-то там свет чинил. И это что такое? Всё? Ага. Наконец-то, блядь. Какого? А, какого хрена? Блядь, Валентин. Нас ебут просто, слышишь? Валентин. О, Алёк, это, блядь, непорядок, нихуя. Это что-то какая-то... Борода какая-то. Что, надо ещё раз нажать? Вернуть двери, чтобы были закрыты на свалку? Так я эту кнопку пока не нажал, получается, люк был открыт, что ли? В перевёрнутом вагоне. Кто вообще, бля, может заметить, что это вагон? Не, ну, заметно. Присматриваться надо. Бля, сука, а как же он заперт-то? А, как там было написано? Газ какой-то. Кондиционер там. Блядь, как же это? Сука, я не знаю, что там, блядь, должно лежать. Там что-то должно просто охуенное быть. То есть, тут такая загадка ебаническая. Может быть... Валентос, ты где, блядь, а? Сука, падла. Кангресская речка, как будто спит. Я хочу, чтобы ты знаешь, что сделал. И нажал на эту сраную боссу, на боссу, на боссу, на кнопку. Давай, сейчас мы всё сделаем. Сейчас всё будет чётко. Чётенько. Он чё, нажал он или нет, я не понимаю. Эй! Идиот, блядь, кнопку нажми. Либо он не нажимает, либо я просто не понимаю, нахуй. Чё это, блядь, за... Сука, блядь. Я её сейчас, нахуй, заминирую, блядь, эту крышку, реально. У неё кто-нибудь полезет, блядь, ему башку оторвёт, нахер. Где этот ёбаный компьютер? Чё там, блядь, написано? Блядь, как так-то? Так, залатал в трейлере все трещины, что смог найти. Убедился, что все трубы перекрыты. Надо ещё вентиляцию проверить, но это уже на следующей неделе. Лишили считает, пора уберёшь, шрикай. Да-да-да-да-да-да. Так, вентиляция готова, но появилась проблема с генератором. Отключается, непонятно почему. Как только генератор урубается, вентилятор перестает работать, крышку люка притягивает. Генератор, ёб твою мать, что тут, сука, с ёбаным генератором. А где тут, блядь, генератор? Генератор в генераторный, наверное, ёб твою мать. Вот это не он? Очень похоже. О, получается, можно укрываться за ним, когда идёшь. Стреляешь. Так, ещё раз смотрим генератор. А вот он. Там, наверное, такие гули сидят, что, блядь, просто... Ну чё, неужели, блядь... Ага, мазафака. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе, блядь, давай! Давай, нахуй! Что? Ах! Придурок, блядь! Гвоздомёт? Гвоздомёт. Алкоголизм. Нормально. Интересно, гвоздомёт-то именно какой хер. Ключ от сейфа долговязого Джо. Да я его и так взломал. Вот это, видимо, долговязый Джо. Но на самом деле жена у него более долговязая. Потому что у неё ноги больше согнаны. Отпусти её, отпусти её, отпусти её. О, он ещё что-то прорыл тут. А, он похоронил детей. Пяти и семилетнего. Да. Ну что ж. Охуительное убежище, я считаю. Чувак просто как бог. Выполнил свой. Родительский долг. А, есть пистолет. Наверное, застрелил их, наверное. Ёпта. Гильзы нигде не валяются. И чё тут записки никакой нету, да? Ключ только от его сейфа беспонтового. Ай, блядь. Вот это меня трахнули, конечно. Я, блядь, сорок минут по этой сраной свалке бегал. Ёптвою мать. Ну а, конечно, перевёз, конечно, блядь. Хули ж нету. Шёл в жопу. Может, бейсбольная перчатка это какой-то охуенно редкий лут? Короче, понятно, они пережили ядерные взрывы. Но выйти уже не смогли из-за того, что генератор выключился. Покупайте отличные генераторы фирмы такой-то. В этом месте могла быть ваша реклама генераторов. Да... Это пипец. Ладно, в жопу. Всё, у меня пропало настроение. Бара-разработчик у него обосрал, мудак. Я думал, сейчас тут найду ништяки космические. Я тут, блядь, бился с супер-мутантами, с супер-стрелками. Со всеми супер-супер бился, блядь, чтобы найти что? Чтобы найти ключ от сейфа, который я тупо взломал. И трогательную сцену двух скелетов и убитых детей. Которые наверняка отсылка к какому-нибудь говну. Да, блядь. Качелью по роже. Давай, раскачай и нагнись, блин. Ладно, короче. Надеюсь, это видео посмотрит кто-нибудь, кто также будет искать убежище этого долговязого хмыря. И узнает, что искать его незачем. Там ничего интересного нет. Всё. Пишите, жмите. Игорь Негода.